Получать высшее строительное, быть студентом-хорошистом и иметь звание мастера спорта по боксу. Студенту второго курса иркутского технического это удается. Тихон Нетёсов приехал учиться из небольшого города Зима. В политех, кроме интереса к специальности, поступил по двум причинам. Потому что здесь учится его старший брат и потому что в университете очень сильная школа бокса. Живет мастер в обычном студенческом общежитии. Добиться успеха к 19 годам удалось только трудом и бесконечной силой воли. Тренировки проходят дважды в день, до учебы и после. Иногда бывает, я говорю, тяжело, неохота идти ни на учебу. Потом с учебы ты возвращаешься в пять вечера и тебе уже надо идти в зал. И это неохота, но как-то надо себя преодолевать и стремиться к чему-то. Сейчас самая напряженная пора для студентов – время сессии. Тихону особенно важно сдать экзамены хорошо. В ВУЗе действует программа поощрения активистов. Студенты, занимающиеся наукой, творчеством и спортом, закрыв сессию без строек, могут претендовать на ежемесячную дополнительную к основной рейтинговую стипендию в размере 10 тысяч рублей. Пока ему удается удержаться в рейтинге. А после получения звания мастера спорта, Тихон был поощрен еще и стипендием мэра города Иркутск. У нас календарь так построен, что мы можем где-то сами подстраивать подготовительный процесс с учебным процессом, с сессией. Поэтому мы стараемся, конечно, идти навстречу, чтобы было время и для учебы, и для соревнований, чтобы все было в миру. Тренеры-студенты отзываются о Тихоне как о лидере. На него равняются юниоры и сборная университета по боксу. Тихон у нас перспективный боец. Впереди предстоят несколько стартов. Ближайшие – это через неделю, практически через 10 дней – всероссийские соревнования в Краснодаре. То есть всероссийские турниры класса А. Это тоже мастерский турнир, присвоение мастера спорта, но он уже является мастером спорта. Это как квалификационное, как подготовительное соревнование. Основные соревнования пройдут в марте месяце. Это студенческая Россия.